Тренера из команды Фёдор Тима, это Александр Мечков и Владимир Воронов. В общем, крепкая поддержка сегодня Кирилла обеспечена так же, как и обеспечена, конечно же, Магомеду, Магомеду Багуагаеву. Опытнейшему бойцу из Республики Дагестан, который в своё время, кстати говоря, выиграл Лорен Далмана, который недавно ушёл из жизни. Начинается бой, бойцы в центре октагона. Аккуратно действуют. Опущены руки у Кирилла Сидельникова, бэкфист выбрасывает Багуагаев, но уходит от этого удара, от этой атаки Кирилл. Выцеливают спортсмены друг друга. Сконцентрированы оба. Уверен, что это от Кирилла. Сдвоенный джеб, затем правым догнал, точно в цель, но не было фиксированного такого жёсткого попадания. Покасательный пришёлся этот удар. Быстрые руки у Кирилла в начале поединка. Делает серию, тут же уходит на расстояние. Зачем ещё и смещаясь в левую сторону, как правило, от себя. Лоу-кик от Агаева. Пытается прессинговать Багуагаев. Но пока что хорошо двигается. Быстро бьёт руками Кирилл Сидельников. Вот очередной апперкот, на сей раз по защите. Хорошая двойка от Баги Агаева. Ещё один размен. Клинч, это уже разрыв дистанции. Напоминаю вам, что последние поединки этих бойцов прошли всю дистанцию. Только Кирилл выиграл, а Бага проиграл. Продолжает поддавливать Агаев. Левый апперкот снизу. Но всё видел прекрасно Магомед Баг. Пришёлся этот удар по защите. И сам потом Магомед выбросил неплохой удар. Сдвоенный джеб, точный от Кирилла. Примерно понятен сценарий этого поединка. Идёт вперёд Бага Агаев. Прессингует навстречу вторым номером с большим количеством ударов. Старается работать Кирилл Сидельников. Неплохо двигается. Но попадают оба нечасто. Другое дело, что Кирилл делает больше пока что. И выброшенных ударов больше у него. И как следствие точно. Да, он ещё и лучше двигает. И, как многие эксперты предполагали, действительно поединок проходит в стойке. В самом случае первая половина первого раунда. Перекрывается пока что успешно Бага Агаев. Вновь двойка. Левый по корпусу, правый в голову. Но практически всё, что выбрасывает Кирилл Сидельников, за редкими исключениями, приходится по защите. С разворота по корпусу пробивает Бага Агаев. Отчасти этот удар проходит. Тут же добавляет внутренний лоу-кик. Старается упреждать Кирилл Сидельников, своего соперника. Хорошо сейчас Агаев отзащищался корпусом. Хорошо защищается и плечом. Работает левым джебом Сидельников. Тут же идёт вперёд Бага Агаев. Плотный удар с внешней стороны по бедру. Ну, Агаев работает в своей неторопливой манере. Действительно, прозвище у него говорящие. Ледник. Идёт он так вперёд. Продолжает идти, несмотря ни на что. Вспоминаем поединок Агаева против Сергея Павловича. Где, в общем, Сергей, на самом деле, доходился в роли вот сейчас Кирилла Сидельникова. Он чаще пил, чаще попадал, но Бага продолжал идти вперёд. И эпизодами действительно выглядел очень-очень неплохо клинчу сетки. Колено сушить уже! Перевода пока мы не видим. И заряжается на удар правым коленом Бага Агаев. Вместись. Правая его сеточка. Колено сживот. Дёрни в левую иди в правую. И так аккуратно подсказывает Фёдор Емельяненко. Дёрни налево иди вправо. Блокирует тем временем у сетки Бага Агаев Кирилла Сидельникова. Периодически наносит короткие болезненные удары. Выходит Кирилл вновь на дальнюю дистанцию. Остаётся минуту до окончания первого раунда. Разрывается дистанция. И мы видим, что разбит нос у Кирилла. Ещё один размен плотный. Качает, качает Кирилл. Ещё одна вертушка по корпусу. Но назад уже начинал уходить Кирилл Сидельников. И сейчас падает Бага Агаев. Но было ощущение, что нет удара. Это произошло. Выигрывает позицию, улучшает позицию. Кирилл Сидельников начинает работать из гарда соперника. Последние секунды первого раунда. Как раз гард закрыт. И больших дивидендов, возможно, Кирилл сейчас уже и не извлечёт. Но факт о том, что перевод всё-таки состоялся. И Кирилл в итоге оказался в этом раунде и в итоге лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... И так продолжается главный поединок Fight Nights Global 57. В прямом эфире на Матч ТВ и Магомед Бак Агаев против Кирилла Сидельникова. Продолжает сражаться. Тяжёлое попадание справа от Баги. Отвечает Кирилл Сидельников. Да, но не так жёстко. И сразу без разведки начинается второй раунд. Ну, очевидно, что не форсировал ход событий Магомед Бак Агаев в первом раунде. Позволил он Кириллу работать первым номером. Ещё один размен очень жёсткий и обоюдоострый. Продолжает работать серийно Кирилл Сидельников. Левый снизу, правый прямой. Тут же уход на дистанцию. Пробует разные варианты. Миддл-кик от Агаева. Идёт он вперёд с двойкой. По-прежнему руки опущены у Кирилла Сидельникова. Входит он на ближнюю дистанцию из серии ударов. Выходит на дальнюю. Уверен в своих ногах. Кирилл на 100%. Постоянно меняет стойки. Но так же, как и Багу, уверен в себе. Идёт вперёд. Всё время оказывает давление. Старается работать первым номером. Тактическая борьба. Выцеливают друг друга соперники. Но ни разу сейчас не попали. Ещё один промок со стороны Агаева. Он начал заряжаться Багом. Мы видим, что на такие мощные удары вкладывается он теперь свои выстрелы. Как бы это странно ни звучало, иногда Сидельников действительно чем-то напоминает Конора Макгрегора. выцеливает, выбрасывает эти удары снизу, похожие на удары булавой. Точно прямое в голову! Справа от Кирилла Сидельникова. Но Багагаев абсолютно никак не реагирует на это попадание. Нет, клинча не будет, как и не будет борьбы. Продолжаются стойки встречи. Лоу-кик от Сидельникова справа. Бага остановился. Перестал идти вперёд. Сейчас просто выцеливают друг друга соперники. Невысокий темп предлагает Бага Агаев. Кирилл подстроился и работает в чуть более высоком темпе. И это позволяет ему так себя вести сейчас в клетке. С разножки колено выбрасывает, но по защите. Пытается раздёргивать соперника, Кирилл Сидельников, но Бага всё прекрасно видит. Ушёл от очередной серии. Продолжает наступать. Половина второго раунда позади. Правый боковой зашёл в цель, но через защиту, опять же, серьёзного ущерба не нанёс. Некоторые комбинаты у Сидельникова отработаны просто до автоматизма. Вобрасывает двойку, тут же уходит. Пробивает два-три удара, добавляет лоу-кик вновь на дистанцию. Проход. Короткие удары. Мы видим, что на дальней дистанции, как правило, преимущество за счёт движения Магомед Бакагаев. Кирилл не отходит от своего геймплана, тем более, что этот план работает. С Багаагаевым секундантная. Ровно минута есть для того, чтобы последние инструкции дать спортсменам. Возможно, внести какие-то коррективы в тактику обоих. Но, в общем, пока что складывается ощущение, что с небольшим преимуществом ведёт по ходу этой встречи Кирилл Сидельников. Посмотрим, что Кирилл несёт третий рал. После возвращения, в принципе, в дело, он постепенно набирал обороты. Соперник остался всё сложнее и сложнее. Вот Рубен Вольф на юбилейном 50-м турнире выглядел как-то выдержал все эти попадания. Сейчас же мы видим именно функциональную работу Кирилла на длинной дистанции. Этому аспекту особого внимания, видимо, он уделил. Но и Бага действительно не сдаётся. Естественно, идёт вперёд. Как и в поединке с Сергеем Павловичем, не отступает. Да, причём оба защищаются очень хорошо. Если Кирилл это делает за счёт движения, прежде всего. Бага прекрасно работает корпусом. Сейчас попал с правой. Но, опять же, назад уже начинал уклоняться Кирилл Сидельников. Вот сейчас вновь тройка от Кирилла Сидельникова. Всё по воздуху. Ответил также серии Бага-Агайф и также не попал. Руку, судя по всему, сейчас повредил Кирилл. Но и старается навязать такую игру в размен Бага-Агайф. Это ему сейчас выгодно. Как и предполагали специалисты, бой проходит в стойке. Кровотечение из носа открылось у Баги-Агайфа. Мы видели также уже, что была аналогичная история с Кириллом Сидельником в первом раунде. Но в итоге кровотечение удалось остановиться. Во второй раз по ходу этого матча за ногу прихватывает Кирилл своего соперника. Но тейкдаун провести не удалось. Всё видит, пока Кирилл поджимает. И очень здорово попадает Агайф. Разбиты носы у обоих. Вновь идёт вперёд, проваливается Магомед Баг. Взвинтил он темп. Пока ведёт он в третьей пятиминутке. Продолжает прессинговать Агаев. Выходит на свободное пространство Кирилл Сидельников. Проваливает он Агаева. Но сам не контратакует. Остаётся три минуты до окончания решающего третьего раунда. Немного опустились руки у Баги Агаева. Напомню вам, уважаемые телезрители, это полуфинал Гран-при. В первом полуфинальном поединке Сергей Павлович одержал победу над Алексеем Кудином. Вышел в финал. И сейчас уже ожидает он победителя этой пары. Но развязка всей этой истории в тяжёлом весе будет уже в 2017 году. Сбавил обороты откровенно в третьем раунде Кирилл Сидельников. Реже он включается. Реже бьёт. И есть попадание. Через руку сейчас от Баги Агаева. Всё выдержал Кирилл. И тот же слева на отходе. Без вложения корпуса пробивает также. Тактический раунд решил, похоже, Сидельников провести. Две минуты остаётся до окончания поединка. Несколько тяжелейших попаданий просто получил Кирилл Сидельников от Баги Агаева в третьем раунде. Ну, в общем, как и его визави, Кирилл держит удар по ходу этой встречи. Кирилл, даже пропуская мощнейшие попадания, никак не реагирует. Вновь на сайдстепе, так называемом, на движение вбок, Агаев попадает. Попадает очень мощно. Два страшнейших удара пропустил Кирилл в этом раунде, но держит удар. И сейчас воспользовался секундной оплотностью буквально Кирилл Сидельников. Оказывается он в борьбе. Гард закрыт. Доминирующая позиция у представителя старого оскола. Великолепная подсечка в исполнении Кирилла Сидельникова. Не ожидал такого технического действия Бага Агаев от Кирилла. И сейчас есть возможность у Сидельникова забрать концовку третьего раунда и таким образом выровнять ситуацию по ходу этой пятиминутки, потому что действительно Бага Агаев выглядел мощнее. Может быть и даже не выровнять до конца. В любом случае на то и есть судьи, которые все почитают. На стойке в третьем раунде однозначно Агаев выглядел лучше. Отдает спину, нет, поднимается и вновь в разрыв дистанции. Идет вперед сломя голову Бага Агаев. Просто бежит уже Бага Агаев. Вызывает он на бой Кирилла Сидельникова. Кирилл плотно кроем, продолжает работать вторым номером. Зал свистит. На провокации не поддается, не получается пройти в ноги. Но часто так бывает, что симпатии все-таки публики. И иногда симпатии судей оказываются на стороне бойца, который призывает именно к рубке, призывает к разменам, призывает к откровенному бою. В последние секунды попадает левым джемом, в ноги уходит Кирилл. Много он пропустил в последние пяти минутах. Поединок завершен. Сложный бой для обоих спортсменов. Ну что же, первый раунд за Кириллом. Третий раунд за Багой Агаевым. И сейчас будут решать судьи, кому же отдать предпочтение. Довольны тренерский штаб Кирилла Сидельникова. Итак, ждем и судейского вердикта. Кто же окажется в финале? Здесь будет учитываться все. И тейкдауны, и более активный первый раунд. Со стороны Кирилла. И агрессия, работа первым номером, желание зарубиться. Баги Агаева. В общем, предостаточный козырей и того и другого бойца, для того, чтобы одержать победу в этом поединке. Не самый легкий матч для судейства, конечно же. И в любом случае, что-то подсказывает, что будут недовольны по итогам этого вердикта. И среди болельщиков, и среди специалистов, и, возможно, среди бойцов тоже. Федор Емельяненко появляется в клетке Fight Nights. Александр Загорский также уже здесь. Дамы и господа. Дамы и господа, по завершении полуфинала гран-при в тяжелом весе обратимся к судейским запискам. Итак, судьи Бессунда и Махмутова одинаково оценили поединок 29-28. И судья Гатуллин 30-27. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и вышел в сфинал гран-при в тяжелом весе, в котором его ждет непобедимый Сергей Павлович Кирилл Сидельников! Ну что же, победа Кирилла Сидельникова. Все трое судей отдали ему победу с преимуществом в один балл. И получается...